В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Это программа «Город. Новости по-выборгски». В студии Галина Давыдова. Здравствуйте. В начале коротко о главном. На календаре День Учителя. Поздравляем любимых педагогов с профессиональным праздником. Плеативная помощь для взрослых. В советском после капитального ремонта вновь заработал хоспис. Саксофон и вокал. Педагоги музыкальной школы не только обучают детей исполнительскому мастерству, но и сеют разумное, доброе, вечное. День Учителя отмечают 5 октября в России. В адрес педагогов звучат сегодня слова признательности и благодарности за их бесценный труд. Виновников торжества поздравил губернатор Александр Дрозденко. Глава региона поблагодарил всех, кто трудится в школах, лицеях, гимназиях, училищах за подвижничество, за то, что они вкладывают частицу своей души в сердца воспитанников, учат их добру и порядочности, наставляют на правильный путь. Педагогов Выборгского района чествовали во Дворце культуры, где прошла церемония награждения лучших представителей профессии. От лица администрации, от лица Совета депутатов, от жителей Выборгского района спасибо за вашу работу, за ваш вклад, за наших детей, за тот высокий уровень вашей работы, за любовь, за все, что вы делаете для них и для нашей большой страны. Спасибо вам всем, желаю дальнейших успехов, роста, безусловно, всем крепкого здоровья, мира и добра. Заслуженные награды вручили директорам школ и руководителям детских садов, учителям и педагогам дополнительного образования, воспитателям. 14 человек удостоили звания почетный работник сферы образования Российской Федерации. Также выборгские педагоги награждены почетными грамотами Министерства просвещения, благодарностями губернатора Ленобласти и областного парламента. Ежегодно и в рамках единого государственного экзамена, в рамках олимпиад, конкурсов регионального, всероссийского масштаба ваши дети одни из лучших, поэтому Выборгский муниципальный район, конечно, всегда в лидерах в Ленинградской области. Вы выбрали самый важный путь, путь передачи знаний, навыков подрастающим поколениям, будущим поколениям. Вы выращиваете из своих учеников не только образованных людей, но и самое главное достойных граждан. Будьте всегда путеводными звездами для сотен, для тысяч ребят, чтобы они всегда шли за вами вперед и верили в светлое будущее. Отдельных аплодисментов удостоились ветераны педагогического труда, отдавшие профессии многие десятилетия. И сегодня многие из них передают свой опыт молодым коллегам. Вспоминается всегда очень многое. Школьные стены, школьные годы, дети, учителя, с которыми мне повезло работать. Поэтому, вы знаете, у меня даже есть желание написать какие-то мемуары, поскольку за эти годы было много интересного. Хочется поздравить весь учительский коллектив Выборга и Выборгского района с этим замечательным праздником. Пусть у учительского коллектива сложится все замечательно и хорошо в нашем городе. Ну а ветеранам желаю бодрости духа, чтобы воспоминания также радовали их, и чтобы они еще долго-долго жили. Всех с замечательным праздником. Образовательные учреждения Выборгского района регулярно побеждают в конкурсах профессионального мастерства. В этом году лучшей сельской школой Ленобласти назвали Гончаровскую школу. Именно благодаря мудрости, тактичности, индивидуальному подходу, который используют наши педагоги в своей работе, мы воспитываем поколение наше в духе патриотическом, в духе любви к нашей Родине. И поэтому нашим педагогам профессионального роста, нашим педагогам здоровья, нашим педагогам успехов в учении подрастающего поколения. В фойе организовали выставку работ в рамках проекта Дворца творчества «Связь поколений», посвященного году педагога и наставника. И, конечно, все желающие могли сфотографироваться в фотозоне Выборг-ТВ. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают учителя. Работа у них непростая. Нужно суметь и подход к детям найти, и предметам заинтересовать. Но в этом и состоит учительский талант – дать знания и поселить добро в душе ребенка. Незаурядным педагогическим мастерством владеет и Татьяна Николаевна Богдашкина. Спустя годы ученики с теплом вспоминают ее уроки. С учителем за большой буквы беседовала Татьяна Анкудович. Книжки добрые, любить и воспитанными быть учат в школе. А еще русскому языку, математике, физике и химии. Именно этот предмет несколько десятилетий преподавала Татьяна Николаевна Богдашкина. Она и сегодня частый гость в школе номер 10. В своем кабинете помнит каждый уголок. Он, во-первых, был очень зеленым. У нас было много цветов. И по этой стене полностью цветы. И там шкафы стояли. Сейчас, как уже говорят, запрещено цветы сажать. И я когда вот, уходя вечером, вечером обычно уходишь, готовилась, допустим, на завтрак уроком, подхожу вот так к двери, смотрю и думаю, господи, мне не хочется уходить из кабинета. Конечно, теперь кабинет выглядит по-другому. Со свежим ремонтом и современными наглядными пособиями. Татьяна Ивановна с любовью рассматривает кристаллические решетки химических веществ. Красно-черное – углекислый газ. А это – поваренная соль. Хлорид натрия, натрий хлор. Синенькие разного цвета. Ионы натрия и хлора обозначаются вот этими шариками разного цвета. То есть это соль поваренная? Да. Это вот наша поваренная соль. Она имеет кристаллы вот такого типа строения решетки. Я им всегда говорю, берете в руки соль дома, вспоминайте формулу, вспоминайте тип химической связи. Системе образования Татьяна Николаевна посвятила 50 лет. Начинала свой путь на родине, в Мордовии. В конце 80-х стала заведующей Выборгского Горано. В 2000-х возглавляла комитет образования. Трудилась и в областном профильном комитете. Довелось поработать в разных школах. Профессию учителя всегда совмещала с руководящей должностью. Была и завучем, и замдиректора, и директором тоже. Я, в принципе, наблюдаю за ней с фундамента, с котлована, можно сказать. Вводили эту школу в 89-м году. Ну и вот с тех пор вся моя трудовая биография связана именно с этой школой. Все трое моих детей, сыновья выучили здесь. Сейчас учатся два внука. Внучка в 9-м и внук в 4-м классе. Ну, я думаю, еще не закончится, еще есть на очереди. Сегодня в 10-й школе уже работают ее ученики. Встречи с Татьяной Николаевной всегда радостные и теплые. У педагога дополнительного образования Александра Штрахова она была классным руководителем. В школьных альбомах, бережно сохраненных учителем, он находит среди одноклассников и себя. Какие оценки по химии были у вас? 4-5, да. Химия – замечательный урок, исключительно из-за Татьяны Николаевны. То есть ее дар преподавать – это тоже просто супер. Мы ездили в Москву, мы ездили в Питер. Все поездки очень запоминающиеся. И именно благодаря ей мы туда поехали, потому что кто-то должен был объединять. Татьяна Николаевна была таким человеком всегда, когда так поднимет нас и поехали. Ольга Самойленко преподает математику. У Татьяны Николаевны она училась в Кирилловской школе. И до сих пор благодарна ей за уроки, как школьные, так и жизненные. Я помню, когда я училась еще в Кирилловской средней школе, Татьяна Николаевна пришла к нам молодым учителем. Она очень такой человек задорный, который может повести за собой, увлечь предметом. Она у нас разные кружки вела, такая вот деятельная. Безусловно, очень интересно всегда и опыты, то, что на уроках показывали, и разные таблицы. Нет, Татьяна Николаевна очень интересно преподносила свой предмет. Приходя в школу, Татьяна Николаевна с удовольствием бывает в своем классе. Это его часть, самая любимая, говорит она. Отсюда и пытающихся списать учеников хорошо видно, и школьный стадион. Таким красивым он тоже был не всегда. Стадион был не асфальтирован, не было таких условий. И в 2013 году началась реконструкция полная. А еще отсюда видна ее гордость. Яркие цветочные клумбы. Первые растения здесь когда-то посадила сама. Она и сейчас следит за красотой школьной территории. Львиный зев зацвел второй раз, удивляется Татьяна Николаевна. Это ли не чудо? Молодой каштан тоже здесь благодаря ее рукам. И густая елка, бархатцы и даже подсолнухи. Энергии этому человеку не занимать. И она всю жизнь с радостью делится ею как с природой, так и с учениками, которые в свою очередь помнят и любят своего учителя. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Искусство любить музыку, уметь слушать ее и исполнять самому нужно учиться. Начинают этим заниматься в музыкальной школе, а продолжают потом всю жизнь. Семья Лукавенко живет музыкой уже много лет. Как они сами пришли к тому, чем занимаются сейчас, узнаете из нашего репортажа. Это баритон, тенор, сопрано, саксофон и саксофон-альт. Эти четыре инструмента наиболее часто используются в сольной практике учеников Сергея Лукавенко. От низкого и мощного баритона до теплого тенора. Саксофон привлекает невероятной гибкостью звучание. Сергей и Татьяна Лукавенко работают вместе. Сергей Александрович учит детей игре на саксофоне, а Татьяна Павловна преподает вокал и хоровые дисциплины. Вместе они больше 25 лет, еще со студенческих времен. Раньше трудились в музыкальном бизнесе. А с годами пришло понимание, что пора делиться своими знаниями. В дипломе написали преподаватель, артист, дирижер. Ну вот, артистом мы поработали, дирижером немножко поработали. Теперь преподавателем мы поработаем. Главное, конечно, в нашей деятельности такой важный девиз – не навредить. У некоторых профессий люди выгорают. Вот выгорают, да, вот работают изо дня в день много. И каждый день одно и то же. У нас не каждый день не одно и то же. У нас все время что-то новое происходит в нашей, как говорится, профессии. Профессию сами не выбирали. В свое время этот выбор за них сделали мудрые родители. К счастью, он оказался удачным. Сложить все иначе Татьяна и Сергей могли бы не встретиться. А теперь они счастливы и чувствуют себя на своем месте. Мне мама говорила, Танечка, это очень хорошая профессия для девочки. Ты будешь работать с детьми, ты будешь дарить свое тепло, свою любовь детям. И заниматься музыкой тем, что тебе действительно, ну вот, по судьбе, как скажем, она верила в все эти вещи. Вот это твоя судьба, я в это верю. Каждый учебный день преподносит что-то новое. Причем совершенствуется не только ученик, но и сам учитель. Из ремесленников мы превращаемся в мастеров. Ремесленник что такое? Ну, к примеру, в бытовом случае. Ремесленник – это человек, возьмем плотника, например, он может построить крышу только одним способом. А у мастера в запасе 25 способов построить крышу, понимаете? И потом из мастеров мы уже превращаемся в художников, да? То есть, который созидает, создает что-то свое. И вот то, что Татьяна Павловна говорила, что мы всегда в поиске, мы ищем что-то новое. Ребенок приходит, вот ты ему раз, вот даешь до него, не получается у ребенка, ты с другого боку заходишь. От этого, конечно, устаешь. По-другому законодательству у нас и отпуск, если я не ошибаюсь, по-моему, 56 дней, что ли. Многие говорят, что не любят музыку, но в действительности каждый человек в ней нуждается. Ее влияние на людей может незаметно снаружи, но на деле очень велико. Музыка там, допустим, очень развивает математические способности, да, почему? Потому что развиваются нейронные связи в головном мозге, они развиваются активно, они крепнут. И, соответственно, обмен информацией между полушариями идет гораздо быстрее. Проблемы со здоровьем, да, например, астма у ребенка, да, и вот духовой инструмент, кстати сказать, он очень хорошо помогает отодвигать всевозможные кризы, да, вот в этом заболевании и помогает ребенку развиваться. Ребенок, который окончил музыкальную школу, не может быть плохим, считают в семье Лукавенко. И они рады быть причастными к тому, что направляют детей на верный жизненный путь. Галина Давыдова, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». За надписи на фасаде дома купеческой гильдии Выборге придется ответить по закону. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Авторов граффити ищут полицейские. Здание, которое является объектом культурного наследия федерального значения, разрисовали еще в июле. Сейчас виновные могут получить весьма суровое наказание. Влечет за собой наложение штрафа в размере от 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев. Те же действия, совершенные группой лиц или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, могут наказываться ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. В прокуратуре напоминают, что уголовная ответственность наступает в 14 лет. В единой дежурно-диспетчерской службе Выборгского района продолжает работать тематическая горячая линия. Ее запустили после того, как в Выборге произошла целая серия инцидентов, связанных с нанесением рисунков и надписей на стены исторических зданий. Звонки по факту порчи городского имущества принимаются в ЕДДС круглосуточно. Завершился капитальный ремонт двухэтажного здания хосписа в поселке Советска. Он продолжался три года. Здание и снаружи, и внутри выглядит теперь совершенно по-другому. Здесь все новое. Какие изменения произошли, мы расскажем в нашем следующем репортаже. Обновленный хоспис в поселке Советском рассчитан на 30 коек. За пациентами ведется видеонаблюдение. Во время капитального ремонта палеотивную помощь оказывали в отделении больницы Светогорска. Полноценное учреждение работает с начала сентября. Сегодня здесь находится больше 20 человек. Палеотивная помощь – это помощь пациентам, которые безнадежно больны. И в том числе палеотивная помощь включает в себя ту часть пациентов, которые требуют обезболивания в первую очередь. То есть, когда заболевание прогрессирует, когда заболевание терминальной стадии, когда пациентам нужна поддержка. В хосписе пациенты не только избавляют от боли, но и создают комфортные условия для его пребывания. За ним осуществляется полноценный уход. Благодаря появлению нужного оборудования медицинским сотрудникам это стало делать гораздо проще. Из нового здесь инфузоматы для внутривенного вливания лекарств и энтерального питания, кислородные концентраторы. Это ИВЛ-аппарат для подключения искусственной вентиляции легких. Можно перевозить больного с этим аппаратом, снять со стойки, можно подключить. Всего в хосписе 14 палат – одноместные, двухместные и трехместные. Они светлые и уютные, оснащены специальной мебелью. Кровати регулируются по высоте при помощи пульта. Их можно поднять до высоты каталки. Отдельно поднимается и матрас. При кровати стоят специальные тумбочки, которые легко превращаются в обеденный столик. Мы обслуживаем весь Выборгский район, Приморскую больницу, нашу Выборгскую межрайонную больницу. К нам поступают пациенты тяжелые, с третьей-четвертой стадии заболевания, необратимые. Все, кто нуждается в палеотиманной помощи, мы всех принимаем. В каждой палате есть свой санузел, тоже приспособленный под особенности пациентов, которым необходима париативная помощь – туалеты, душевые и ванные комнаты. Люди, которые работают в хосписе, это особые люди. Это люди, которые с большим душевным потенциалом, я бы сказал, которые никогда не могут перестать переживать за чужую боль. Нам удалось создать такой коллектив в хосписе, имея все необходимое для того, чтобы показывать квалифицированную помощь и осуществлять за пациентами должный уход и обезболивать их. Мы сейчас уже обустраиваемся, как бы, так сказать, обживаемся, создаем определенный уют. На светлых стенах много свободного места. В хосписе готовы принять в дар от художников картины с хорошей энергетикой. Сюжет не важен, лишь бы они несли умиротворение, радость и пробуждали хорошие воспоминания. Ведь душевный комфорт пациентов – одна из важных составляющих работы сотрудников хосписа. Галина Давыдова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Многодетные семьи Ленинградской области могут получить компенсацию за платное обучение детей в колледжах и техникумах. В списке условий наличие у образовательной организации государственной аккредитации, очная форма обучения, среднедушевой доход семьи не выше среднего в регионе. Размер компенсации может составить до 50% от стоимости обучения. Выплачивается на каждого ребенка. Оформить меру поддержки можно в МФЦ. Документы за прошлый учебный год семья должна подать не позднее 31 декабря. Госслужащих и сотрудников государственных учреждений Ленинградской области учат предупреждать коррупцию. В администрации региона прошел тематический семинар с участием представителей прокуратуры. На видеоконференции собрались более 300 человек. Слушателям рассказали о стандартах поведения, о положениях декларации о конфликте интересов, о практике проведения выездного антикоррупционного аудита. В правительстве отметили, что подобная работа способствует повышению эффективности деятельности в области противодействия коррупции и минимизации нарушений в этой сфере. Добавим, сообщить о любых фактах коррупционных проявлений можно в Выборгскую городскую прокуратуру. Телефонная линия «Нет коррупции» работает также в областной администрации. Схема дорожного движения поменяется в историческом центре. Со следующей недели на улице Южный вал на участке от крепостного моста до выставочного центра Эрмитаж-Выборг можно будет проехать только в одну сторону. Также одностороннее движение вводится на улице Выборгской от Эрмитажа до Южного вала. Решение принято районной администрации совместно с депутатами и отделом ГИБДД на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Подрядная организация демонтирует старые дорожные знаки и устанавливает новые. В рамках муниципального контракта организация схемы дорожного движения на этих участках должна завершиться в ближайшие дни. Водители просят учитывать нововведения при составлении маршрутов. Волонтеров Ленинградской области отметили благодарностью на Всероссийском форуме серебряных добровольцев в Москве. Они собрали более 200 тысяч рублей на медицинскую помощь ветеранам боевых действий в ходе благотворительной акции «Красная гвоздика». Активное участие в благом деле принимали выборгские горлицы. Они предлагали горожанам и гостям Выборга пожертвовать любую сумму в фонд поддержки и в ответ дарили памятные значки. Кроме того, активисты клуба серебряных добровольцев выборгского района сами собирали гуманитарную помощь для жителей Донбасса и военнослужащих в зоне СВО. Горлицы базируются в Доме молодежи на Димитрово, 5. Там для участников объединения проходят творческие встречи, мастер-классы. Есть возможность заниматься в спортивном зале. Марафон «Долголетие» соберет выборги любителей скандинавской ходьбы. 7 октября на стадионе «Авангард» ждут всех желающих принять участие в фестивале здорового образа жизни. Его организует администрация Выборгского района и физкультурно-спортивный центр «Фаворит». Главное условие – собственные палки для ходьбы. Возрастных ограничений нет. Участникам предложат пройти дистанцию в 4,5 километра. Это три круга по лыжероллерной трассе. На финише всем вручат памятные призы. Старт в 10.30. Регистрация участников завершится за 10 минут до начала марафона «Долголетие». На этом все. Напомню, что следить за самыми интересными новостями вместе с нами вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова